Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Я по традиции прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс на платформе YouTube. Ссылка под данным видео. А также прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс на платформе Telegram. Там много интересного, друзья. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. И сегодня у нас свеженькое очередное видео по поводу свежего обновления, которое прилетело на мой MacBook Air 2020 на чипе M1. Напомню, друзья, что свежие прошивки, которые прилетают на данный MacBook, собственно, будут работать с Apple Intelligence, то бишь с искусственным интеллектом от компании Apple, который внедрён, собственно говоря, в данную операционную систему. Друзья, что хочу отметить ещё, все MacBook, которые не на процессоре M1, к сожалению, не будут иметь такой возможности. Итак, давайте посмотрим. Прилетела у нас вот такая вот, собственно говоря, версия. Почему-то назвали они её третья бета-версия macOS Sequoia 15.1. Давайте же посмотрим, что здесь нового. Ну, во-первых, весит она 2,29 гигабайта, друзья. Она именно называется третья. Почему компания так решила назвать её, пока неизвестно. Ну, как бы, как есть, так есть. Почему не назвать macOS Sequoia 15.1, бета-3? Ну, как-то так. Итак, бета-версия macOS Sequoia 15.1 содержит новые возможности macOS Sequoia, которые станут доступны этой осенью. В этой бета-версии представлен первоначальный набор функций, работающих с Apple Intelligence. Чтобы опробовать действие бета-версию Apple Intelligence, запишитесь в лист ожидания системных настройках. Вы получите уведомление, как только бета-версия станет доступна для вашего устройства. В качестве языка устройства и языка Siri должен быть выбран английский язык. Функции Apple Intelligence доступны на компьютерах Mac с чипом M1, как я вам уже сказал, друзья, и новее. Функции Apple Intelligence сейчас недоступны в Китае. Прежде чем устанавливать бета-версию, создайте резервную копию своего Mac. Ну, вот как-то так, друзья. Бета-программа, бета-тестирование, как я могу вам сейчас немножечко поближе показать, дабы вы записали эти адреса. Как видите, beta.apple.com, это если программа бета-терстирования Apple, на сайт хотите зайти. Программа Apple Developer Program, developer.apple.com также. И подробнее о Apple Intelligence вы можете ознакомиться на сайте. www.apple.apple.com slash apple.defuseintelligence Вот как-то так, друзья. Естественно, я устанавливаю, естественно, я перезагружаю свой Mac. Честно скажу, друзья, Mac. Бук, конечно, стал на этих всех свежих прошивках разряжаться гораздо быстрее. То есть, автономности они, как таковой, не добавили. Но хочу вам сказать, друзья, что все-таки производительность MacBook'а спустя уже более, наверное, 4 лет не падает. На нем классно монтировать видео, классно музыку писать и все остальные процессы. Кому понравилось видео, ставим лайки. Я, как обычно, всех обнял.